Друзья, всех приветствуем! Меня зовут Катя Владимирова, я директор онлайн-направления в Школе литературного мастерства Creative Writing School. С анагием из вас мы знакомы, с кем-то видимся впервые. Сегодня мы проводим открытый вебинар с Глебом Шульпиковым. Глеб, здравствуйте! Добрый вечер, день, утро! Да, наш вебинар, тем наш вебинар звучит, как «Зачем мне публикация в толстом журнале?». И Глеб Шульпиков, помимо того, что он сам автор, поэт, он еще и заместитель главного редактора «Новой юности». И, в общем, это такой классический толстый журнал, и может показаться, что литературные журналы, ну, некоторым образом, по сравнению с прежними временами, они потеряли свою популярность, и никто их не читает. Вот сегодня мы будем разбираться в том, так это или не так, и зачем сегодня нужна авторам, начинающим публикация в толстом журнале. Простите, пожалуйста, сейчас, одну секунду. Так, зачем сегодня, да, публикация в толстом журнале? На встрече мы поговорим сегодня о том, какие, собственно, да, литературные издания и площадки есть для начинающих авторов, кто их читает, можно ли найти своего издателя, если публиковаться регулярно, каких текстов, собственно, ждут в редакции «Новой юности», как происходит отбор. Вот эти все вопросы можно задать Глебу, и, соответственно, можно писать вопросы по ходу в чат, и если там будет прям что-то горящее, то мы попросим Глеба прям во время, да, его рассказа ответить. Если что-то не столь, да, горящее, то мы тогда вернемся к этим вопросам уже после основного массива информации, да, который Глеб даст, и тогда вот после он ответит на вопросы. Вот, регламент такой. Хотела еще рассказать, что этот вебинар мы проводим перед нашим онлайн-курсом «Прос для продолжающих» Майку Черской, и, в общем-то, для тех, кто не знает, что это за курс, да, не скажу несколько слов, так и все наши онлайн-курсы устроены похожим образом, то есть мы даем доступ на учебную платформу, лекции можно смотреть в любое удобное время, в этом смысле это очень удобный формат, потому что неважно, где вы находитесь, в каком часовом поясе, какой у вас график работает, то есть вы в любой момент можете смотреть лекции, раз в неделю мы их выкладываем, и раз в неделю выполняете задания, которые сдаете своему рецензенту, и ваш рецензент, он пишет вам, что получилось, что не получилось, что хорошо, что нехорошо, там, да, и как двигаться дальше. По сравнению с нашими базовыми курсами, этот курс, во-первых, он серьезнее по начинке, да, по внутреннему содержанию, и это снова не монокурс, то есть лекции там читает не только Майка Черская, но и гостей, которых она позвала, это и Дмитрий Бак, и Людмила Улицкая, Алексей Иванов, да, многие другие авторы, критики, в общем, такие литературные специальные люди. И что касается заданий, то там, да, тоже мы пишем гораздо более серьезный рассказ, чем на базовом, то есть если на базовом курсе мы пишем скорее чудные зарисовки и финальный рассказ, там у нас 6 тысяч знаков, то на этом курсе это рассказ 15 тысяч знаков, и, в общем, это такой уже, если вы хорошо над ним поработали с мастером, это такой, в общем, полноценный текст, который как раз можно, да, посылать уже в литературные журналы. Поэтому, в общем-то, да, мы рекомендуем этот курс, вот связки с этим вебинаром. Начинаем мы в эти выходные, у нас там еще была вебинарная группа, но про нее мы не говорим, да, Елена Чижова, она полностью набралась, там мест уже нет, увы, но есть места в группах с рецензированием у Дениса Гуцко и у Романа Сенчина, вот можно к ним записываться. Это очень хорошие, очень качественные мастера, которые оценивают работы, что называется, по гамбургскому счету, не заигрывая со студентами, в общем, говоря, в лоб, как есть, и тот, и другой. Поэтому, да, очень рекомендуем курс, мы дарим прямокод, вот он называется, Нью Юность, на 10%, на любой тариф, ну вот получается тариф с рецензированием и без рецензирования. Без рецензирования это, соответственно, только лекции. А, простите, у нас там не без рецензирования, а с финальным рецензированием, тариф мы там поменяли, да, с финальным рецензированием это когда вы получаете отзыв только на финальный ваш текст, то есть вот на этот большой рассказ. Ну, в общем, да, у меня все, я тогда умолкаю. Если какие-то вопросы, в том числе по организации курса по его устройству, пожалуйста, пишите, если у вас какие-то пожелания относительно того, к какому именно мастеру вы хотите попасть на рецензию к Денису Гуцко или Роману Сенчину, тоже говорите мне, пожалуйста, на это сейчас как раз можно повлиять. И, в общем, да, я запишу у вас ту группу, которую вы попросите. Еще раз напоминаю, меня зовут Катя Владимирова, и свою почту, свой e-mail я сейчас тоже напишу. Все, Глеб, тогда вам слово, я умолкаю, но я здесь, на связи. Добрый вечер еще раз. Давайте вспомним для начала, что такое толстые журналы. Дело в том, что сейчас, к настоящему моменту, существует как минимум два типа толстых журналов, те, которые возникли, соответственно, на заре советской власти, которые мы могли бы назвать классическими, действительно. Вы их все знаете, Новый мир, Знамя и так далее. Дружба народа – все это изобретение советской власти для воспитания поколения советских писателей, которые пишут так, как надо писать, а не так им хочется. Потом, да, эти журналы как-то мутировали, подстраивались под время, которое их окружало. А есть другой тип, другой по происхождению, я так сказал, журналы. И вот, в частности, наш журнал «Новые юности» – это из той плеяды журналов, которые возникли уже не от прихоти советской власти. А в 90-х, в конце 80-х, начало 90-х, когда наступила свобода, и можно было действительно издавать журналы такие, какие ты считаешь нужным, и публиковать то, что ты считаешь нужным, а не то, что будет тебе цензура. И таких журналов было довольно много. Появилось тогда, в начале 90-х, это был настоящий бум. Не только книгоиздания, как вы его знаете, но вот именно и такой журнальный, просто журнальный бум. И из этих журналов практически никто не уцелел, надо сказать. Как это ни печально, одним из последних журналов, которые прекратили свое существование, начинавшийся в 90-х, был журнал, который вы, наверное, слышали, журнал поэзии «Орион». Не выдержал, в общем, финансово. Финансово оказался беспомощным. Отвернулись финансисты журналов, посчитали, что это все не нужно. И так, в общем-то, погибли все понемножку журналы. Остался только наш журнал «Новый юность», но поскольку это наше детище, мы его выпускаем практически за свой счет. Что, опять же, кстати, отличает новые журналы, вот тех 90-х от старых журналов. Те журналы, они как бы, ну, вот детище, это твое собственное. Ты его придумал, там, или твои старшие коллеги. Вы за него отвечаете, это, в сущности, ваш ребенок. Вы можете его закрыть, можете выпускать за свой счет и продолжаем, мы, например, выпускать, потому что для нас это важно, как наш проект. И уже не одно поколение прошло через этот журнал, вернее, уже второй идет, наверное. А вот такой я бы классификацию журналов такую бы. О такой классификации напомнил. И тогда, и всегда очень был важен этот институт толстый журнальный. Почему? Ну, я буду рассказывать применительно к себе, потому что свой опыт, он единственный показатель на этом смысле. Ну, потому что все мои дебютные публикации начинали с толстых журналов. Меня не печатали в толстых журналах, потом стали печатать в толстых журналах. И судьба складывалась так или иначе. Почему это было важно для меня и остается важным до сих пор, мне кажется? Потому что в наше особенное время, когда критерий подлинности какой-то художественности текста достаточно размыт, существует десятки, если не сотни журналов, в основном интернет, журналов, в котором люди задают какой-то свой критерий истинности художественного искания и пропагандируют его, то есть печатают то, что считают действительно выдающимися произведению. Между тем, чтобы как-то судить о качестве текста, нужен, конечно, огромный редакторский опыт. И этот опыт был и остается в толстых журналах. Там не так много, что изменилось. Подрастают просто следующие поколения критиков, которые становятся редакторами. Чаще всего редакторы оттуда берутся из критиков, а лучший редактор – это еще и писатель или поэт, потому что он и знает, как это изнутри устроено. И текст твой проходит, считайте, бесплатную такую, в общем, редактуру. Довольно серьезную, если текст сырой. Если журнал в нем заинтересован, редактор будет с вами работать. А когда первый раз пришел брать то ли верстку, то ли что-то еще, я ужаснулся, увидев все в помарках. Но вы понимаете, что это значит. Это значит, человек все это читал с карандашом, делал помарки, что-то предлагал, что-то настоятельно убирал. И, в общем, ты должен был, исходя из этого массива, уже принимать решение, что тебя устраивает, что нет. Но в данном случае лучше всего, конечно, было и остается полностью доверять редактору. Поэтому, когда вы выбираете журнал, вы прежде всего следует помнить, что это не абстракция. Журнал – это конкретный человек, который возглавляет конкретный отдел прозы, например, или отдел поэзии. Со своими какими-то представлениями и о прозе, и о поэзии. Как правило, это люди не случайны. И в толстых журналах следят за этим, за профессионализмом и за планкой, потому что, по большому счету, это единственный какой-то уровень, который соответствует стандарту качества. Вопрос другой и правильный. Да, читает ли кто-то эти журналы? Я скажу, что вряд ли это большая аудитория. Это аудитория, которая стремится… Собственно, пишущие являются чаще всего читателями этих журналов. Но если вы пишущий человек, для вас прохождение через институцию редакторской в толстом журнале чрезвычайно важно, потому что, повторяю, вы сталкиваетесь с профессиональным отношением к своему тексту, и это учит вас прежде всего потом не рассчитывать на благосклонность редактора, а быть редактором уже сам себе редактор. Что важно в таком отношении автор и редактор? Ты просто видишь, начинаешь видеть немножко свой текст со стороны. И это чрезвычайно поучительно. Это в основном касается, конечно, прозы. Со стихами и проще, с одной стороны, и сложнее. Если ты видишь, что стихотворение неудачное и слабое, то его не починить, грубо говоря. Проза, если там что-то есть, то можно вытянуть. А стихи, они рождаются, это органика чистая. Нельзя представить нос Ивана Ивановича, как и губы от Ивана Петровича взять. Хотя некоторая редактура и в стихах возможна, когда, допустим, редактор указывает тебе, что здесь, в этой строке, вот это вот что-то не так, недотянуто, недодумано. Но поскольку это стихи, никакой редактор не полезет исправлять стихи. Ну, если только ради шутки, ради развлечения самого себя. Нет, редактор предлагает вам подумать, что вот это стихотворение хорошее, но я его не буду печатать, потому что вот здесь, во второй строфе, что-то вы там не дожали, не додумали. И ты идешь, и действительно, либо соглашаешься, и что-то там подправляешь. Либо видишь, что это чистая органика, и ничего здесь никуда не уберешь. И просто это стихотворение, значит, идет в другой журнал, к другому редактору, который не видит в этих строках ничего серьезного. Конечно, здесь есть своего рода ловушки. Вы работаете с редактором, это живой человек всегда, со своими вкусами и предпочтениями. Тем более, если это журнал, который, собственно, этот человек и сделал, и издает, и деньги на него находит. Странно было бы, если бы он руководствовался чьим-то другим вкусом, кроме своего. Поэтому, да, нужно полностью доверять в этом смысле редактору. Но вот ловушка в чем? Я расскажу историю из собственного опыта. Я много лет печатал стихи в одном поэтическом журнале, и мне было там вполне комфортно. Потому что редактор безоговорочно принимал все, что я пишу, благо я пишу мало, и публиковал. Меня все это устраивало на протяжении нескольких лет. Но потом любой поэт, он меняется и отходит там от каких-то своих прежних образов, форм, формы высказывания поэтического. Потому что они уже выработаны. А хочется искать новых каких-то форм путей, и твоя мысль развивается, и она сама требует каких-то новых решений. А редактор, особенно редактор любящий, вот еще большая беда, когда редактор любит своего автора, заинтересован в нем, любит, ну, я имею в виду, любит его стихи, с удовольствием их печатает и считает это своим редакторским приобретением, достижением. Особенно, если редактор ведет вас от вашего там дебюта и видит, как вы на его глазах живете. Так вот, у такого редактора вырабатывается свой собственный образ вас, как поэта, вашей поэтики. И вот он, исходя из этого образа, уже и смотрит на ваши стихи, которые вы приносите там с каждым годом. и когда его ожидания не совпадают с тем, что вот я приношу, да, ему кажется, что это не маистики, это, в общем, не то, что мне должно писать. Мне вот надо писать, как он считает, вот в этих формах, вот это вот мое. А это, ну, экспериментировать можно, но и ты становишься как автор заложником вот этого вот стереотипа, который неминуемо формируется у любого редактора, повторю, особенно любящего. И здесь, да, как будет, будет драма, будет развод, и мне, например, пришлось просто перейти в другой журнал, в котором мои новые какие-то разработки, новые какие-то формы, для меня важные, потому что любой поэт, повторяюсь, меняется, там редактор не зашлёвленный не настолько принял их с восторгом и с тех пор вот у меня отношения по части поэзии с другим журналом. Но, тем не менее, я невероятно благодарен предыдущему редактору, который на своем этапе сделал важное очень дело, поддерживал ее у меня. Ну, а потом, вот, к сожалению, человеческий фактор, он не только в плюс может работать, но и в минус. Поэтому здесь нужно быть на начеку и следить за тем, как развиваются эти отношения. Есть еще один такой образ столкновения с редактором, с редакторством, да, для меня, опять, я же расскажу еще про один тип работы с текстом, это работа с переводами. Это совершенно отдельная история. Я перевожу поэтов, переводил, перевожу, не часто, но вот, когда напыкаюсь на какого-то современного поэта, прямо вот начинаешь переводить, когда я уже читаю, на английском, уже в уме переводишь, и тогда понимаешь, что да, это твой поэт для перевода. И я переводы свои публиковал, публикую в журнале иностранной литературы. Это еще один столб, грант и классическое издание. Опять же, кстати, да, в общем, советское изобретение, но тем не менее, особенно в 90-х, когда отменили цензуру, этот журнал был невероятно популярным, потому что вы понимаете, сколько литературы было запрещено, и наконец-то все это можно было переводить и печатать. И вот там действительно, там еще серьезнее. Здесь вот редактор должен сесть с тобой, не то чтобы с тобой, сначала он должен сесть с оригиналом и с твоим переводом, и побыть переводчиком, то есть вникнуть в стихотворение, посмотреть перевод и увидеть, где переводчик занесло, где он неточен, где он легкомышленен, где он немножко халтурит, потому что перевод, особенно поэтический, вещь такая увлекает, увлекает сильно она. И ты выстраиваешь образы, и они тебя уже ведут, они собственные тексты, и очень часто эти образы уводят тебя от оригинала довольно далеко, что может быть с поэтической точки зрения прекрасно, потому что если ты поэт и переводишь поэтический текст, то все равно твоя собственная поэтическая натура будет все время уводить тебя в сторону. Но с другой стороны, не поэт, как он эти стихи перевести, вообще никак не так. Так вот, задача редактора постоянно брать переводчика за руку и возвращать его к оригиналу, потому что у нас все-таки главный автор это тот, кого мы переводим этот текст, а не твои поэтические фантазии на базе этого текста, какими бы они замечательными не были. Хотя поэтические фантазии на базе оригинальных текстов французских или латинских, это была в общем-то распространенная практика в эпоху золотого века русской поэзии уже 18-19 веков. Это было абсолютно нормально, брать даже может быть не самого Горация, а брать стихотворение какого-нибудь авариста парни, который перепевает Горация на свой салонный лат и уже перепеть вот этого салонного французского Горация на наш российский какой-то лат. Вот такая система отражений в литературе в поэзии в основном была общепринята. И многие стихи того же Пушкина, они никогда не названы точно, переводом это вольные все перевожения или скорее такие литературные творческие фантазии на тему оригинала. К сожалению, вот эта традиция она практически исчезла из русской поэзии к великому сожалению, потому что это прекрасная традиция. исчезла исчезла на основном потому, что резко упал уровень образования поэтов, прежде всего, все-таки тогда поэзией занимались люди, знавшие как минимум два из это русский и французский, ну а дальше уже кому как образование позволило. И эти интеллектуальные игры были вполне распространенные практически там каждое второе стихотворение так или иначе уходит к Вольтеру или еще к кому-то или в античность. Но да, мы отвлеклись. И вот еще один тип редактуры да, вот эта иностранная литература для меня это было серьезно. Мы садились и я очень благодарен тамошним редакторам, которые заставляют просто тебя быть предельно внимательным к тексту, к оригиналу. И если не находится адекватное какое-то слово, перевод, то не заменять его каким-то вольным образом. Потому что просто хочется дальше стареть переводить и будет на это нет. Вот идите и думайте что мы сюда можем. Потому что это не соответствует оригиналу. иногда конечно это идет в ущерб переводу, потому что получается немножко буквально коряво ты здесь поставил это словосочетание, потому что оно очень хорошо вписывалось во всю строфу, звучало хорошо. И музыка была, и русский язык. Ты же разрываешься, когда переводишь смыслом и стихом, и мелодией. но нет в практике редактуры переводческой никогда нельзя жертвовать смыслом в пользу мелодии или таких классов. и мы пожертвуем красотой, но донесем до читателя смысл, потому что это задача редактора. Я вижу у нас много вопросов. Да, Глеб, у нас тут уже много вопросов, да, я тоже хотела предложить, да, да, Ну вот, да, почему вообще журналы актуальны, спрашивают, если существуют площадки самоздата? Вот давайте про это, да, сейчас, в общем, да, 21 век. Почему? Почему все еще так? Ну, самоздат, это буквально в этом слове ответ заключается. Самоздат, ну, а где критерии? Почему вы будете расстраиваться, а почему это никто не читает? А почему это никому не интересно? Ну, нужна какая-то экспертиза какая-то. Журналы это, в общем, такая практически научная экспертиза вашего текста. Да, если его опубликуют, вы не проснетесь на минуту, но это знак качества. Когда по мне приходят на семинары и студенты какие-то там в школах мастерских, либо когда приходят рукописи, журнал, в резке авторской, которая всегда должна быть автор и указать, ну, биографическое, кто такой, откуда родился, жениться. Я сразу смотрю, мне все равно, сколько лет, откуда он, кто он, мужчина, женщина, средний род, неважно абсолютно. Я смотрю сразу список публикаций. Когда я вижу публикации «Новый мир», «Орион», еще что-то, у меня совершенно сразу меняется отношение, я понимаю, что это не мусор, и я не буду тратить время впустую, просто чтобы потом сказать, нет, никуда не годится. Это уже прошло инстанции, то есть человек публиковался, значит, экспертиза прошла. Хлеб, а вот несколько вопросов на одну и ту же тему. Какой процент рукописи приходящих журнал прочитывается сотрудникам? И вот здесь потом народ говорит, что да, есть фантазии, что эти тексты половину никто не читает, или, например, что не получают ответа авторы, и почему нет отбивок каких-то автоматических, что текст получен. Ну, я вот не помню стоять ли у нас. Во-первых, масса текстов «Новая юность» приходит, часто ведь обращаются напрямую ко мне либо к редактору отдела поэзии, потому что нас знают, и зачем это писать на какой-то там общередакционный ящик, люди откуда-то узнают адреса, и это можно в социальную сеть написать, в конце концов. Бах, тебе присылают файлы. Ну, не то, чтобы я говорю, ребята, знаете, социальная сеть это не работа. Я здесь не работаю, а, в общем-то, развлекаюсь. Шлите, но поскольку поток не такой, чтобы огромный. И, например, со стихами это все понятно сразу, ты открыл текст, прочитал три строчки, ну, и все понятно. Это как с вином, не надо выпивать всю бутылку, чтобы понять, что вино плохое, достаточно сделать один-два ток. А с прозой, действительно, с прозой гораздо сложнее, потому что это может как-то кривовато начинаться, но потом там может оказаться и зерно, и смысл, и конструкция, которую можно дорабатывать. Поэтому я всегда невероятно сочувствую редакторам отдела прозы, потому что им это надо прочитать, эту бутылку надо выпивать до конца каждый раз. С поэзией и прочее. Да, рукописи, как правило, все читаются. Это не какой-то валка, чтобы невозможно. Просто они накапливаются в какой-то момент, да, как действуют редакторы. Вот подходит время сдавать номер, давай-ка посмотрим, что у нас там в самотеке. Вдруг что-то, или какая-то там дыра, или что-то, давайте поищем что-нибудь, нет ли у нас что-нибудь в самотеке. И тогда просто это не сразу просматривается. И если что-то подходит, то тогда автору скажет. Если там в течение нескольких месяцев ничего не пришло, то значит просто это не пригодилось. Но я в общем-то в толстых журналах, где люди получают зарплаты, я думаю, они все-таки работают более ответственно. С авторами мы, журнал филонтропический, мы издаем его за свой счет, просто потому, что это наш журнал. И когда автор начинает нам выражать свои претензии, я вам три дня назад послал рукописи, я говорю, до сих пор не получил ответ. Ну, мне хочется сказать, ребята, я вообще-то этим занимаюсь из удовольствия и из памяти двух-трех человек, которые были на свете, которые были в этом журнале, и вместо того, чтобы сказать спасибо, что мы возимся бесплатно, вы еще обругаетесь, что вас недостаточно областали. Глеб, смотрите, вы сказали, что вам часто просто присылают уже какие-то знакомые авторы, и вот у нас вопрос в Пандан, что действительно бытует мнение, что без рекомендации твоей текста не будет смотреть редактор. Что делать все-таки тем, у кого нет возможности получить такую рекомендацию? Но я скажу простую очень вещь, которую следует запомнить всем, кто идет в журнал, тем, кто будет сталкиваться с редактором. Для редактора нет больше счастья, чем обнаружить никому неизвестного гений. Это его персональная радость и счастье. Он будет радоваться больше, чем вы, когда вас напечатаны. Поэтому ни одна гениальная рукость не пройдет мимо редактора, потому что редактор хищник, он питается этими рукописами. Его удача профессиональная, когда он ее перехватит в самотеке, поведет до ума и напечатает. И открыть неизвестного автора, но это же единственная новость. И для редактора любого именно вот в этом состоит радость профессиональная. Поэтому не думайте, что как-то там это... Да, конечно, редакторы, они злые, они приходится прочитывать тонны мусора. Еще бы это не портило характер. Еще бы это не вызывало потоки брани в адрес этих проклятых карфоманцев. Но простим угрюмый вид редактора. Он перелопачивает тонны навоза, чтобы найти вашу единственную уникальную непропустилику. Вы сказали, что если через несколько месяцев ничего не пришло, то, скорее всего, не подошла рукопись. И вот здесь как раз Мария спрашивает, через какое время-то вообще можно посылать те же тексты в другие журналы? Есть ли какой-то вообще кодекс чести журнальный? Есть, да. И это не рассылать? Можно ли или это не Бейером это Мавитон, конечно. Но я понимаю, авторы вынуждены, но соблюдать какие-то элементарные вещи, конечно, надо. Когда я вижу рукопись, сопровождающую письмо, допустим, приходит какая-то статья. Хочу показать ваш журнал, я и так увидел, что там в копии еще какие-то кучи журналов. И у нас журнале нет отдела критики. В 93-м году, когда он создавался, решено было не брать баланс на баланс и избавиться от отдела лицензирования. Книг, чего угодно, научного отдела. Я вижу, что человек предлагает статью, он даже не заглядывал в наш журнал. Он не понимает, что мы этого не печатаем, у нас даже рубрик таких нет. И здесь, конечно, ну что можно с таким автором. Вряд ли дальше его будет кто-то читать. Поэтому нужно посмотреть журнал, что это за люди, может это фашисты какие-нибудь, я не знаю, чикатилы. Но вы почитайте, кто такой в новом мире, Паша Крючков, Васильевский, кто такой Шульпаков, может они маньяки какие-нибудь, или графомат. Тогда может быть у вас совсем другая, стилистик. И надо помнить всегда, в дакторе есть свои представления о том, какая проза хорошая, а какая плохая, и то же самое паститал. Поэтому нужно всегда ознакомиться и обращаться напрямую. Самый наверное, здрасте, я давно читаю ваш журнал, мне очень нравится, хочу предложить, вдруг вам подойдет. Ну, отлично. Ну, нет, не подошло, ну, хорошо, буду дальше сказать. Опять же, если я вступаю в контакт, если это какой-то френдли, нормальный, не с этими завышенными звездными, не беззвездных болезней, то я же и посоветовать могу что-то сказать, что мы нет, вот допустим был журнал «Орион» поэтический, да, и у них была очень высокая планка, ну, потому что поэтический журнал практически цеховой, да, напечатался в «Орионе», это тебе знак качества не просто от литературы, а от поэзии, от высшей формы литературы. Умеешь писать стихи, проза это как бы неизменная. Напишешь и прозу, потому что геракия такая. И у них было одно отношение к стихам, конечно, а у нас новой юности, что, служба из своего названия. Мы любим печатать новичков и делаем, ну, вот, когда я был редактор «Надел поэзии», я мог все-таки там простить процентов 10, ну, потому что не может сразу поэт писать идеальную, особенно начинал сеть. А дать какой-то шанс человеку «Флукачи» стихи на 80% состоялось, я же не буду перепитывать. Окей, у нас даже рубрика такая была, терропоэзия, иногда пришлет человек много-много стихов, ну, а вот одно прям идеально, ну, или чуть-чуть, там, но вот одно можно взять. Не факт, что потом поэт вокруг этого стихотворения будет развиваться, но одно можно взять и закрыть глаза на какие-то широковатости, потому что я по себе знаю, что вот так поддержать автора можно только одним способом, это опубликовать его, поддержать в том смысле, чтобы он поверил в себя. Нет ничего хуже, когда ты пишешь само иначижение, и вдруг это гернда какая-то, а вдруг я занимаюсь не тем, нет, когда ты пишешь, ты должен 100% уверен, что это гениальное произведение заплит до мера Милитона Ипенековского в момент письма. Как только ты кончил писать, да, начинай сомневаться, ради бога, но в момент нужно быть уверен. И вот публикация, особенно когда ты начинающая, она невероятно тебя поддерживает, то есть тебя признали профессионалом, это такая цеховая вещь для мастерства, мастерство работы со словом, поэтому цеховая, цеховое признание самое важное, да, для меня, например, важно, что там два-три человека, я уважаю, отзываются в восторге от моих стихов, а то, что там остальные будут говорить как-то так и здесь, важно, что вот эта поддержка происходит, и наш журнал, он более лояльный, чем Новый мир, ну, у них планка, история другая, и журнал у них все-таки такой более, а у нас более игровой журнал, он создавался как такой, он создавался в антитезу толстым журналом, который вот все про русскую литературу, и вот бу-бу-бу-бу-бу, русская литература, так, русская литература, вся, а у нас журнал создавался как несколько журналов в одном, у нас и переводы были, у нас и краеведение какое-то, помимо прозы, поэзии, эссеистики, вот это интервью мы печатали очень много и продолжаем такой срез давали не только современной русской литературы а вообще смотрели на пытались в том числе смотреть на мировой контекст печатали картины художников по новому художнику рассказывать поэтому нашу другого типа и соответственно претензии к авторам не поможете рекомендовать еще какие-то неконсервативные журналы которые благосклонны вот к начинающим авторам прозаиком ли поэтому вы знаете их настолько мало мне сложно даже как я уже все перечислил знамя в отделе поэзии в новом мире павел крючков прекрасно разбирается в поэзии и абсолютно открыт прозой сложнее прозой занимается Ольга Новикова писательница поэтому она будет серьезно относиться к вашему телу но опять же если знамя новый мир это прям первый эшелон и туда как раз сложнее всего попасть а вот но кто-то может быть не настолько консервативная но стоящий ваше внимание и публикации посмотрите в журнальный зал вот интересно знает ли наши слушать тебя существование журнального зала наверняка знает посмотрите сколько там изучите посмотрите кто там печатается какие тексты вам эти авторы близки нет то есть редактор это автор вы читаете стихи или прозвые это в общем-то портреты редактора в том числе не только автора а вот вопрос тогда да стоит ли вообще тогда посылать свои тексты в небольшие неизвестные журналы потому что ведь если они там опубликованы и например тогда ну у нас нет этой звездочки до знака качества то большие журналы после публикации в таком не очень известном журнале их не возьмут правильно да нет но почему не возьмут никто не все же смотрят на качество ну мало ли кто там где-то печатается журналом же тьма сейчас просто я поэтому теряюсь потому что сталкиваюсь постоянно их как литературных премий нам приходит рукопись да там человек пишет о себе 25 30 премий каких-то литературных публикации 50 журналов название которые я первый раз и провинция очень активно сейчас участник 150 фестивалей литературных а читать все таки этот институт редакторство он сохраняется в журналах с историей есть преемственность повторяю вот и те кто начинал как критики в журналах да потом могут стать редакторами отделов я собственно в новой юности это моя история я пришел туда со стихами потому что мне был чрезвычайно симпатичный этот новый журнал который появился в пику этим старым трестикам где твои стихи ты отдал и полгода ни ответа не придет дозвониться невозможно а если дозвонился по тебе город читаем вот это чрезвычайно раздражало и бесило я все это проходил просто а тут новый журнал который заинтересован в авторах я пришел принес стихи они были в восходе напечатали потом через несколько лет я стал редактором отдела поездка как вы считаете лучше если автор публикуется в разных журналах или вот в одном любимом нужно публиковаться как правильно но есть соблазн что чем разнообразнее как бы публикации разнообразных журнал это больше у тебя будет аудитория ну мне кажется это сейчас уже не влияет все равно это все будет собираться по открытию журнального зала но для того чтобы найти свой журнал конечно надо многое перепробовать я когда начинал я отнес стихи во все толстые журналы такие были и только потом у меня установились отношения хорошие там журналы марион по части поэзии али проза я публиковал и публикую ну ну это тоже не была своя длинная история это все просто не за один день делается как кажется нашим авторам прекрасно ну хочется всем сразу и вот сейчас а это дело жизни поэтому дорогие мои бросайте это дело если вы сомневаетесь в том что вы готовы на этот класс жизни ну у нас да как раз идея данной школ в том что писать может каждый даже если он не становится писателем да то в общем тем не менее имеет право учиться и писать лучше относить на себя ну тогда вот издержки каковы да это да просто нужно учитывать а вот тоже народ спрашивает активно глеб а берете сборники берете ли юмористическую прозу и берете ли например романы юмористическую не берем и никто не из толстых литературных винов по моему не берет сатирую энди юмор романы да конечно но тут нужно учитывать такой момент что сейчас редко ну во первых в один номер не влезет роман его надо печатать с продолжением а с продолжением сейчас редко только что читают да тем более у нас журнал выходит шесть раз в год ты прочитал начало через два месяца пришел следующий выпуск ты уже забыл что там собственно было поэтому конечно сейчас вот что касается нашего журнала он просто небольшой мы конечно отдаем предпочтение рассказам повестям либо роман но это может быть какой-то там большой фрагмент большой-большой самостоятельный фрагмент ну мало ли может бывает маленький роман ну вот конечно Анну Каренину мы не вспыхнем но тот же Новый мир например он печатает с продолжением свои книжки то есть в своих выпусках романы то есть я вот вижу эти журналы я их вижу когда авторский дембляр получаю я просматриваю что там я просто давно как-то не особо не слезу за но вот в таких случаях просматриваю я вижу там какой-то поиск продолжения ну понимаете когда каждый месяц ежемесячно выходит в журнал тогда это еще и имеет смысл а так ну можно из любого романа выкроить какой-то да фрагмент можно фрагмент да 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 особенно если намечается книга вот если вас приняли куда-то там в издательство в какую-то серьезную серию действительно то не поленитесь вычлените фрагмент какой-нибудь предложите в журнал журналы до выхода книги это будет просто небольшой рекламой там будет снос что выловить там полный текст в книге через осень ну вот я так делаю у меня выходит осенью батюшка я кусочки печатаю в разных журналах чтобы как свою будущую книгу по форме понятно а по тематике если какой-то отбор по тематике что актуально спрашивает наши слушатели актуально актуален талант а что вы будете описывать деревню русскую умирающую либо нью-йорк небоскребок абсолютно не важно давайте вернемся ага простите перебил давайте вернемся к журнальному залу вот Ирина спрашивает что есть журнальный зал и перечисленные вам журналы журналы они относятся как к журнальному залу а есть журнальный мир про журнальный мир можете что-то сказать нет журнальный мир я не знаю и не пользуюсь потому что это какая-то альтернатива журнальному залу которая я считаю не нужна в журнале издали. Поверьте, мне достаточно лишних изданий, без которых можно было обойтись. Еще целую делать журнальный мир, где будут те, кто против журнального зала, ну, ей-богу, я не вижу смысла. И называть это еще примерно так. Можно было бы придумать что-нибудь, пойти весь... Журнальный зал достаточно такая архаичная вещь, задуманная еще в 90-х, когда это все начиналось очень давно. Кстати, Новый Винус один из учредителей журнального зала. У нас было шестеро редакторов разных журналов. НЛО, Новый Вит. Мы еще, по-моему, знаем. И до сих пор мы входим в этот совет журнального зала. Хотя сейчас, не знаю, он перебрался на базу Горького. И, по-моему, сейчас туда журналы принимают уже, не спрашивая, Орел Пак. Но я больше, конечно, ориентируюсь в журнальном зале. Журнальный мир, не знаю, что такое. Кстати, питерские журналы, вот, звезда, прекрасный журнал. Особенно по части статей каких-то литературоведческих, воспоминаний каких-то о литературном быте. А потому что там работают еще вот те люди старой гвардии, которые в 60-х были начинающими. Ну, грубо говоря, поколение Бродского. Вот на них и держатся, на самом деле. Мне страшно подумать, когда именно это нет, этим заниматься, на кого это вообще все останется. Гриб, а вот да, к вопросу о том, что принимают, да, еще, вот спрашивают, какой объем считается наиболее удобным для журнала? Сколько это знаков или сколько авторских листов? Как это вообще? Ну, повторяюсь, это роман, если он огромный, сложно ждать, что-то редактор бросит все и поедет. Ну, вот и рассказ какой, 15-й знак, вот как мы пишем на курсе, такой можно посылать? Да, можно, конечно. По части рассказа любой. От странички до 25 страниц. Наш любимый формат это вообще маленькая повесть. Маленькая что? Маленькая повесть, да. Замечательная. Сейчас много таких пишется. А романы мы печатали, да, того же Валерия Бачкова, но все-таки, по-моему, это были такие пуски. Повесть – это сколько тысяч жнаков? Ну, вот как вы их отжилили? Ну, нужно посмотреть просто в содержание журнала, вы увидите там все. Объем, как вот этот стиль, что пишется, да. Ага. Снова, да, повторяется вопрос про рассылку в несколько журналов, да, но вот, да, Глеб говорил, что-то не… Ну, одной тоже нет. Одной тоже нет. Ну, разное, но разошлите, потому что потом… Такое бывает, но после этого с автором вряд ли закончится работать. Когда он пишет, вдруг ты… Ну, поймите, редактор начинает вникать в ваш текст. Он тратит свое время, свои силы, свою энергию. Если текст кому-то понравился, начинается какая-то работа. А вдруг приходит письмо, ой, у меня этот рассказ уже взяли куда-то. Ну, елки-палки. Ну, и до свидания. И желательно больше не приходить. Вах, вот так. Если ты каких-то таких элементарных вещей не понимаешь. Ну, поймите, никто в журналах не обязан возиться с рукописи. Да. Ну, вот прям так, чтобы бросать все. Рукописи много. Но, с другой стороны, каждый редактор спит и будет найти заживочного звезда. Еще раз спрашивают, да, все-таки, зачем мне публикация в толстом журнале? То есть, так как заявлена была наша тема, вот так же формулируют вопрос. То есть, чем этот путь, ну, условно-предпочтительнее публикации в издательстве или участие в литературном конкурсе и, не знаю, публичных чтений собственного произведения? Потому что публичные чтения организуют. Любой человек может читать все, что угодно. Телефонные книги, да. Литературные конкурсы, ну, наверное, там есть тоже свое жюри, там тоже ты проходишь какой-то ОТК, да, какой-то знак качества, получаешь, нападает премию. Ну, не какие-то премии там, это действительно сейчас очень много. В каждом регионе десятки своих премий. Но это очень уровень такой, эти тексты никто никогда не имеет участия в толстых дюгналах, потому что они слабые. Но для жизни регионов, наверное, это хорошо, пусть лучше стихи, в том, в обществе, я считал. А в толстых дюгналах, ну, это признание вас со стороны профессионалов цеха, к которым вы хотите принадлежать. Если вам все равно то, что о вас думают по логике, старший особенно и умудренный опыт, ну, отлично, но где взять подтверждение тому, что ваши тексты тут чего-то стоят. Главное, подтверждение этому дает самое важное автору, это уверенность в себе. Не вот эта вот графоманская уверенность, что я так вижу, и это мой авторский стиль. Нет, это ложный путь. Настоящая уверенность дает тебе признание со стороны профессионалов литературных. Это помогает прежде всего писать, жить, творить, работать дальше. Это дает невероятный заряд той самой энергии, которая будет вас двигать дальше в вашей творческой жизни, а не признание каких-то фестивалей и непонятных премий, которые друг друга могут начреждать и награждать друг друга и говорить «Ты гений, да нет, ты гений». Сейчас это из детства вот и радость. И цена таким генем копейки такая. А вот публикация журнала вымирающих, но никак не умирающих, это именно поддержка, о которой я сказал. Она важнее она дает главные силы для творчества. Так, с мотивацией разобрались, про объемы прозы поговорили, вот про поэзию спрашивают. Глеб, к вам вопрос, если шлюп этическую подборку в новую юность, вот сколько, сколько стихов оптимально, 3, 5, какой объем нужно? Но в трех стихотворениях вы выразите себя целиком и полностью, весь ваш сложный и неповторимый загадочный. Ну, вряд ли. Поэтому чем больше, тем лучше. Если вы Пушкин, то тогда и одного достаточно. Но есть сомнения. Поэтому присылайте побольше. Редактор вообще стихов чем больше, тем лучше. Редактор и поэзии он из стихов составляет свое какое-то стихо. Это не проза. Где ты все-таки... А здесь ты... Это же стихи, это как части пазла ты можешь раскладывать. От очередности, от выбора стихотворений будет зависеть ваш портрет, ваш образ, который сложится по итогам этой подборы. А этот образ складывает редактор. Ему для этого нужен материал. Чем больше вы не пришлете, тем объемнее, выразительнее и лучше составится ваш высокий портрет на странице гимнала. Так, про поэзию и про прозу понятно. Вопрос принимает ли новую юность переводы и куда вообще можно перевод кроме страны? Это всегда был наш приоритет, просто сейчас как-то все меньше. я печатал переводы в журнале. Ну, вот да, я его перестал переводить. Зачах у нас этот отдел. Хотя иногда что-то бывает в современном какие-то голландские из Нидерландов. Автор. Это опять же какой-то наш автор живет в Амстердаме, дружит с какими-то местными писателями и перевел рассказы симпатичные какого-то голландца. Мы его напечатали с удовольствием. Вот так это происходит. Так что, конечно, переводы нужны. А все толстые журналы принимают поэзию? Ну, конечно. Ага, ну вот, да, тогда ответ на вопрос. Просто есть еще журналы сугубо поэтические. Только поэтические. А этот кто? Журнал Интерпоэзия из новых. Или пришедший на смену Ориону журнал новый, совсем новый, до номера только вышел, Пироскар. Он тоже целиком посвящен поэзии. В общем, он такой продолжатель дела Ориона, я бы сказал. Вот там только стихи, только о стихах, о поэтах, вот вся вот эта вот статьи, стихи, лицензии, только стихи. Поэтому это такой заповедник для поэтов. А классические толстые, конечно, отдел поэзии и публицисты. А детские рассказывают, спрашивают, куда? Нет, детские учатые только специализированные. издания, я думаю. А детские сразу книжки к нам печатают. Мне кажется, в детской литературе гораздо лучше дела обстоят. Ну да, мне кажется, детскую можно, да, и не в журналы, а в издательстве. Да, зачем? ОТК сидит сейчас в издательстве, детской литературе. И знак качества там ставят, уже в издательстве. Глеб, какой журнал пришел на смену Ориона? Пироскав? Пироскав, да, по названию стихотворения Баратлинского. Ну, тоже морская тематика, Орион, Пироскав. Хорошее и название, идея продолжит, вот Орион. Посмотрим, что получится. Делает его Александр Переверзин, бессменный редактор издательства Воймига, который много лет выпускает современную поэзию маленькие книжечками, но важно, что современным поэзиям есть где отпечататься. Где выпускать книги? А что с фантастикой фэнтези? Не принимает новая юность? Нет. Нет, это тоже такая жанровая вещь, которая... Я думаю, есть такие журналы. Стругацкий выпускали журнал, Господи, 21 век, что-то такое. Вселенная 20 век. Не помню, но был журнал. А вот спрашивают, нос Гоголя вы бы приняли? Нос Гоголя, вы считаете, это сэрпин? Пушкин принял нос Гоголя и не печатал его в современнике. Ничего здесь такого не было. Рядом со Степанем Китчевым. Совершенно не присылайте. Видите? Глеб разрешает. Можно так. Нос присылайте. Нос в шинель особенно расстрелывая. Хорошо. Глеб, так, вас подловили. Ирина пошла на сайт новой юности и в разделе автором нашла следующее. Максимальный срок рассмотрения рукописи пишет новая юность три недели. Дольше можно не ждать или подождать несколько минут? Ну, понимаете, я заместитель главного редактора, что происходит в отделах, где конкретно работает редактора отдела. Я давно не заглядывал, но поскольку нареканий никаких не было, ну, три недели это вообще замечательно. Ну, потом поток не такой катастрофический, поэтому я думаю, ответ какой-то будет. Так, отлично. Сейчас смотрим, что пропустили-то еще мы. вроде бы все. А, ну, вот вопрос есть про какие критерии хорошего рассказа, что такое талант, вот такие вот штуки немножко в сторону. От журнала. Мы не будем идем от недели, да, что это лучше на отдельных семинарах. У нас будет 9 августа вебинар с Екатериной Федорчук, как написать хороший рассказ. Приходите, мы там прям поговорим, что такое хороший рассказ, какие его критерии, прям все расскажем. Так, и вот все. Я с твоей стороны могу пригласить только на свои курсы индивидуальные, да, ну, подробности меня на сайте вы найдете. Там действительно я вот работаю тет-а-тет с конкретным текстом. Немного рекламы еще никому не вредит. Ну, абсолютно. Друзья, ну вот еще раз, да, Глеб, все-таки не оставляют наши студенты вас в покое. Все-таки про результат подачи, как узнать, вот пишут, что навряд ли ответ отправляют каждому автору, присылают ли отказы, но я так понимаю, что нет, не присылают отказов четких, нет такой практики, да, просто, если не ответили в течение месяца, можно, наверное, посылать куда-то еще, вот так вот. Ну, дайте полтора месяца. Полтора, полтора месяца ждем, потом отправляем в следующий журнал. Ну, но стоит написать через три недели. Да, вот на сайте у вас заявлено, что три недели ждать ответа. Я посылал, тогда-то прошло три недели, пожалуйста, можете ли вы дать мне какую-то ответ? Да. Не на следующий день, как это бывает, да, а все-таки дайте время. И тогда редактор ну, просто пойдет этот текст, либо он уже прочитан, есть какое-то решение, либо где-то это в очереди. Это же, поймите, это что же все-таки творческие люди и творческий процесс. Это не фабрика. Дело прям бум-бум. Для этого нужно отдельного человека. Знаете, как вот в этих старых журналах толстых при советской власти. Там сидел один конкретный человек, отвечал вот за это. Латунский. Да. Принято, получено, резолюция. Ну, мы не можем себе такого позволить. Дайте нам бюджет, мы сделаем все для вас. Это журнал зоотропический, но пощадим. Мы и так тратим на это время, которое мы отменуем от своего дела. Глеб, тем временем наши студенты продолжают читать ваш сайт в прямом эфире. Да, да, да. Ну, нет, сайт новой юности. И там находят, значит, следующие строчки. Все остальное нигде не опубликованное ранее, за исключением соцсетей, объемом не более четырех авторских листов. И вот вопрос, а если рассказ выходил в зарубежном журнале, вот тогда можно слать? на русском языке? На русском языке? На русском языке? В русскоязычном издании, да. Вот так, хитро. Ну, нет, я думаю, нет. Ну, сказано же, социальная сеть, да. А вот журналы, это все-таки уже поле конкурентное, журнальное. Поэтому, а какая разница где? Зарубежный, не зарубежный. То, что вчера было советским, зарубежным стало. Мой друг уехал, издававший журнал в Америку, издает его в Америке. Какой это журнал? Русский, американский, все неважно. Есть журналы, и значит, он присутствует в журнальном поле, и значит, что это не прям. Так, а вот про про фантастику фэнтезик говорили, про мистический реализм не ответили? Мистический? Какой жанр? Магический. Мистический или магический? Я не знаю, да, написано мистический, а магический? А магический. Нет, а вот мистический нет, мы больше по магическому. По магическому. Хорошо. Так, отлично. Друзья, ну, вопросов совершенно я больше не вижу. вижу. Ага. А это обычная практика, спрашивает Мария, что соцсети не считаются публикацией для редакторов толстого журнала, или это особенность новой юности? Я так понимаю, нигде, да, не считаются публикацией? Нет, я сейчас думаю, да, но, опять же, мне по себе проще судить. Я у себя на сайте вывешивал какие-то прозу свою, а потом напечатал в журналах, никого не смущало. И в соцсетях, нет, 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 никто на это не смущал. Ага. Так что звезда пишет, не принимает, звезда пишет, не принимает то, что опубликовано в соцсетях. Это журнал, да, вот говорят, не публикает, да? Ну, каждый журнал хозяин правил. У него свои правила, да. Так что нужно понимать, что это как любая семья, все разные. Глеб, сейчас будет провокационный вопрос, осредоточьтесь. Вы бросили коньяк по утрам, да? Практически, да, да, да. Как редактор, кого вы открыли или встретили настоящий талант, ну, или новая юность, ладно, не вы лично, а новая юность, кого открыл? Ну, я расскажу про вот такую историю, которая была лет, наверное, уже давно, много назад. Мы придумали премию такую за лучший дебют за год. Первая публикация в полных журналах и вообще первая публикация поэтов вот на страницах журнала. И за год мы выбирали лучшего. Мы делали эту премию совместно с классиками 21 века, с литературным салоном. И вот тогда, первый и второй год, по-моему, были, были у нас еще возможности. И первый год у нас была дебютантка на страницах новой юности Марьяна Плотникова. Более того, поддержка салона классики 21 века выпустили книжку, была серия «Тоненькие такие книжки» как раз для дебютанта в самый раз. Вот, представьте себе, жила-была девочка в Уфе, послала стихи в новую юность, стала победительницей, приехала в Москву еще и книгу издать. в классиках 21 века в салоне. Я думаю, это немаловажно. Я считаю, и потом каждый год мы, я просто не вспомнил имен. Какие-то года мы пропускали, тогда не было как-то ничего яркого. Но вот тогда это было очень здорово. Я очень радовался, что и книжку мы запустили, и диплом какой-то вручили. Это было здорово, но это было в хорошие времена. Да, сейчас времена не очень, это правда. Глеб, а вообще существуют в каких-то толстых журналах гонорары для авторов? Не про новую юность. Вопрос, понятно, что в новой юности нет, мы поняли. Да, ну вообще, да, вообще существует. Я, когда в новом мире хожу, беру авторский экземпляр, я подписываю какую-то бумажку, но это какие-то настолько символические деньги, а это не то, как, там раньше. Жить нельзя на этом вообще? Нет, 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 можно пойти купить бутылку вина. Понятно. Все, это так, к сожалению. Хотя, если бы у новой юности появились деньги, первым делом я бы сделал хороший гонорарный фонд, потому что авторам надо платить. И этому я научился в журнале «Орион», который считал Алексей Алюхин, что авторам, особенно поэтов, надо достойно платить прежде всего. И они действительно платили хорошие гонорары те золотые времена, которые прошли, потому что думали сначала об авторах, а потом уже о собственных зарплатах. Поэтому, исходя из этого, нужно издавать журнал. прежде всего, потому что когда у тебя есть гонорар, ты можешь привлекать авторам, которым публикации уже не нужны, не надо мастить. А за деньги пожалуйста, придут, принесут новые стихи. Это немаловатно. Поэтому, к сожалению, увы. У нас был период, мы выходили совместно с каким-то фондом журналом в юности. И был период, мы действительно платили хорошие гонорары. Прекрасное было время. Потому что платить гонорар авторам это удовольствие. Про фантастику все равно продолжают спрашивать. Миро фантастики, что еще есть сейчас на журнальном поле? Может быть, вы что-то можете посоветовать? Нет, я не подбал. Это все-таки специфическое тиранство. Глеб, скажите, пожалуйста, может быть, есть какой-то контакт, которым можно поделиться с нашими авторами? Куда можно слать подборки или рассказы? Ну, контакты все указаны на сайте. Просто, когда будете посылать, напишите в теме письма, что вы обращаетесь в журнал по итогам вот этого вебинара, который у нас произошел, и помните обязательно меня. Для редактора это будет триггер. Вот и все. И на это обратят внимание. То есть на это можно сослаться. Ура! Спасибо вам! Обязательно сослайтесь, обязательно, что был такой вебинар. Большое спасибо, хотим сотрудничать. Друзья, всем, пожалуйста, присылайте свои рассказы, подборки стихов, у кого уже есть что-то написанное. Кто пока еще не готов отправлять журналы, приходите к нам на курс Майка Черст для продолжающих. Начинаем в эти выходные. Нью-юнность, я напоминаю, 10% действует на тарифы с рецензированием и с финальным рецензированием и есть места в группах Роман Сенчин и Дениса Гуцкого. Греба Шульпякова огромное спасибо за то, что провел с нами этот вечер и рассказал нам про кухню внутреннюю и изнанку толстых журналов и новой юности его долгих лет желают вам. Спасибо большое за... Спасибо большое. Пока мы живы, журнал будет. Ура! Все, спасибо большое тогда, друзья. Спасибо, что пришли. Всего доброго завершения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok